Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы смотрите первое видео авторынок. Если вы еще до сих пор на нас не подписались, рекомендуем это сделать. На канале много полезной и интересной информации о том, что касается выбора и приобретения поддержанных авто, в том числе и обзора в разных форматах. Ну а если вас интересуют автомобили в наличии, либо вакансии в компании, все это дело вы можете найти, воспользовавшись ссылочками, которые будут в описании. Добро пожаловать на очередную серию наших сравнительных обзоров. И сегодня мы решили поставить капот к капоту два корейских кроссовера. На самом деле, именно между двумя этими моделями зачастую разворачивается выбор у клиентов нашего салона. И многие люди, действительно понимая схожесть этих двух автомобилей, тем не менее выбирают, что предпочесть, Sportage или AX35. АХ35. Глядя на эти два автомобиля, можно вспомнить одну известную присказку. Что было раньше, курица или яйцо? В случае с этими двумя, такого вопроса не возникает. Раньше был АХ35. Эта модель появилась в 2009 году и у себя на родине носила наименование Hyundai Tucson, по сути, представляя собой как раз-таки второе поколение легендарного кроссовера. Наименование AX35 было выбрано для европейского рынка. И собирались эти автомобили также на заводах Hyundai в Европе. Машина простояла на конвейере до 2015 года, при этом в 2013 году его обновили. Сменился бензиновый двигатель, обновилась приборная панель, получив цветной дисплей бортового компьютера, а также изменили светотехнику. Внешне рестайлинговая АХ35 отличается от более старшей версии квадратными линзами в фарах вместо круглых и наличием ресничек дневных ходовых огней. На российском рынке АХ35 можно было купить либо с двухлитровым бензиновым двигателем, либо с такого же объема дизельным. Бензиновый мотор выдавал 150 лошадиных сил, дизель 136 либо 184. В зависимости от версии коробки передач, механический либо автоматический, привод передний либо полный. Та же платформа, но в обертке от Киа, появилась на год позже. В 2010 рестайлинг Sportage проходил в 2014, а с производства был снят в 2016 году. Выбор агрегатов для российского потребителя не отличался под капотом Sportage. Также стояли бензиновые двигатели 2 литра на 150 лошадей, либо дизеля 136 и 184 лошади, те же коробки передач, механика либо автомат, и тот же выбор между передним и полным приводом. Единственная разница между этими двумя было наличие у Sportage для корейского рынка собственной силовой установки бензинового турбомотора с прямым впрыском на 260 лошадиных сил. В сочетании с автоматической коробкой передач, такие Sportage разгонялись до 100 км в час всего за 6,5 секунд. Но если вам посчастливится найти подобный автомобиль на территории России, имейте в виду, это не дилерский вариант. Такие автомобили были в основном привозными. В нашем сегодняшнем сравнении участвует Kia Sportage Restyling 2014 года выпуска бензиновый 2 литровый полноприводный с автоматической коробкой и пробегом в 99 тысяч километров и Hyundai AX35. Это дорез, 2012 год, двушка, бензин, автомат, полный привод, пробег 175 тысяч километров. Подробно останавливаться на технике в этих двух машинах мы не будем, поскольку на каждой из этих автомобилей у нас на канале есть отдельный обзор. Если интересно, ссылочки будут в описании. Там более подробно про техническую часть. Бензиновый 2 литровый двигатель на 150 лошадиных сил для дорестайлинговых Sportage и AX это G4 KD, а для рестайлинговых G4 NA. Эти моторы очень похожи друг на друга и проблемы у них одни и те же. Маслофорсунки для охлаждения поршней концерн начал применять только с 2016 года, когда на конвейер встала уже следующая генерация Kia Sportage. Поэтому вопрос по задирам будет актуален для любого из этих двух автомобилей, любого года выпуска без разницы. Поэтому при покупке подобного автомобиля не поленитесь выкрутить свечи и осмотреть поверхность цилиндра при помощи видеоэндоскопа. То же самое касается и дизелей, и коробок передач, и системы полного привода. Поэтому речь по сути идет о том, в какой обертке купить одинаковую техническую начинку. Между этими автомобилями есть небольшие различия по внешним габаритам. Для Hyundai AX35 длина кузова составляет 4,41 м, ширина 1,82 м, а высота 1,66 м. Колесная база этого кроссовера 2,64 м, а снаряженная масса 1,469 кг. Максимально разрешенная 2,30 тонны. На фоне своего собрата Kia Sportage длиннее, шире и ниже. Длина кузова 4,44 м, ширина 1,85 м, а высота 1,64 м. Колесная база без изменений, платформа ведь одна, 2,64 м. Ну а сравнение этих двух автомобилей внутри начнем с багажников. Каталожный объем багажника Hyundai AX35 591 литр при поднятых спинках заднего сидения. Давайте вооружимся рулеткой и посмотрим, как обстоят дела с его линейными размерами. Ширина проема багажника в его средней части здесь 114 сантиметров. Высота от фальшпола до крыши 76. Ширина по наиболее узкому месту 101 сантиметра. Расстояние от спинки заднего сидения до заднего борта 89 сантиметров. При сложенных спинках сидения полезное расстояние, которое вы можете использовать для перевозки груза, равняется 165 сантиметрам. А в случае, если груз длинный и узкий, вы можете просунуть его между передними креслами, уперев панель. Вы можете перевести нечто длиной до 2 метров 57. Кстати говоря, у Hyundai AX35 ровного пола при сложенных спинках вы не получите. В любом случае присутствует наклон. Что касается каких-то дополнительных фишек, удобств по багажнику и так далее, можно отметить наличие небольшой ниши кармашка на правой боковой панели. Также слева у нас присутствует 12-вольтовая розетка, маленький плафон освещения и крючки своеобразной формы, на которые можно закрепить сетку для фиксации груза. Под фальшполом в данном случае у нас скрывается полноразмерное запасное колесо и имеется достаточно солидный запас пространства вокруг него. Так что мелочевку наподобие буксировочного троса, знак аварийной остановки и так далее, можно распихать по подполью и оставить багажник эстетически незанятым. Багажник Sportage по каталогу меньшего объема, 564 литра. Ручка открывания находится практически у бампера. У AX35 она, скажем, более удобно расположена. Визуально багажник плюс-минус похож по размерам, но в цифрах проем здесь уже 108 сантиметров. Высота также меньше, 71. Ширина багажника по наиболее узкому месту метр ровно. Расстояние от спинки сидения до заднего борта 88 сантиметров. Расстояние при сложенных спинках задних сидений, которое можно использовать для перевозки груза, плюс-минус тоже, метр шестьдесят. Равно как и длина салона, 2,57. Спинки сидения здесь складываются точно так же, и вы точно так же не получаете ровного пола. То же самое касается и всех остальных моментов по багажнику. Та же самая ниша кармашек в правой боковой панели, только здесь она круглая и в некоторых комплектациях служит для размещения сабвуфера. А с левой стороны у нас все та же 12-вольтовая розетка, крышка которой теперь открывается в другую сторону, плафон освещения и все те же крючки для сетки, фиксирующий груз. Ровно та же картина и в подполье. Правда, в отличие от АХ-35, фальшпол здесь представляет собой одну сплошную панель, полноразмерная запаска и все то же пространство вокруг нее. Ну а теперь, что касается интерьера. Вот здесь и кроется основное различие между двумя этими братьями по платформе. Что касается посадки за рулем, в салоне АХ-35 при росте 1,86 м мне быстро удалось подобрать для себя удобное положение. Здесь есть регулировка рулевой колонки, причем в большом диапазоне как по вылету, так и по наклону. И регулировка по наклону подпружинена. Это удобно. В целом, мне также хватает диапазона регулировки водительского кресла. Если я отодвигаюсь максимально назад, я могу полностью распрямить левую ногу в колене. И при этом дотянуться до моторного щита, только вытянув вперед носок. Так что для людей большого роста этот автомобиль вполне подойдет. Сами сидения в этом автомобиле не сказать, чтобы имеют какой-то особо ярко выраженный профиль. Плюс-минус имитация боковой поддержки имеется на подушке и чуть более выраженная на спинке. Но кресло удобное. Единственный эргономический просчет, на который можно попенять тем, кто проектировал эти сидения, это то, как здесь реализован механизм регулировки наклона спинки. Поворотная ручка, которая отвечает за данную регулировку, очень напоминает таковую на Волге КАЗ-31029. И назвать подобный вариант регулирования наклона в час по чайной ложке удобным, вряд ли у кого-то повернется язык. Этот кроссовер изначально задумывался как машина бюджетная, поэтому не стоит ждать от него мягкого пластика, где бы то ни было. Передняя панель и дверные карты – все это достаточно жесткое, кроме тех мест, которые обтянуты кожей. Зато с точки зрения эргономики здесь все в порядке. Рулевое колесо небольшого диаметра удобно сидит в руках. Подрулевые переключатели на своем месте переключаются без громких пластмассовых щелчков. На руле у нас два блока клавиш. Левая сторона отвечает за управление мультимедийной системой. На правой стороне – круиз-контроль. Это обязательная опция для всех АИКС-35. На дверной карте блок стеклоподъемников. Четыре стекла плюс боковые зеркала плюс функция складывания. Слева от руля дополнительные клавиши включения-выключения системы стабилизации, активация системы помощи при спуске и блокировка муфты полного привода. На переднеприводных АИКСах здесь будет обычная заглушка и кнопочка-качалка, регулирующая яркость подсветки приборов. Приборная панель АИКС-35 представляет собой два равноправных колодца, внутри которых располагается аналоговый спидометр и тахометр, в которые, в свою очередь, вписаны цифровые индикаторы температуры двигателя и уровня топлива. Центральная часть отдана на отку под дисплей бортового компьютера. В данном случае у нас дорестайлинг, поэтому монохромный. На рестайлинговых АИКСах приборка выглядит чуть симпатичнее и по центру присутствует уже полноценный цветной информационный дисплей. По центру панели у нас магнитола, клавиши аварийной сигнализации, блок климат-контроля. Климат здесь двузонный, присутствует цветной дисплей, есть авторежим. Внизу подогревы передних сидений. Справа и слева клавиши включения подогрева лобового стекла и заднего. А внизу две 12-вольтовые розетки, USB-разъем и AUX-выход. Селектор коробки передач типа «Змейка» удобный в использовании, есть ручной режим и нет никаких кнопок блокировки. Что касается бардачков, подстаканников и прочих ниш для хранения, то в данном случае их множество. Есть отдельная полочка перед селектором КПП, есть два подстаканника, один из которых занят такой портативной пепельницей рядом с рычагом стояночного тормоза. Есть бокс внутри центрального подлокотника. Основной бардачок не очень большой, зато имеет дефлектор системы кондиционирования. На потолке присутствует футляр для очков, а внизу дверных карт узенькие кармашки, средняя часть которых специально отформована для бутылки с напитком. Что касается обзорности AX35, по этому параметру в целом автомобиль неплох. Единственный момент, здесь очень широкие передние стойки. Линия остекления достаточно широкая и не сказать, что бы слишком высокая. Боковые зеркала плюс-минус имеют около квадратную форму. Никакой зоны с преломлением здесь нет, но они крупные, большие по площади, поэтому пользоваться ими в городе удобно. Капот у этого автомобиля вы можете увидеть, если задерете водительское сидение до упора вверх. Но это касается его боковых габаритов, а передний край в любом случае придется выучить наизусть. С обзорностью назад на большинстве AX помогает камера заднего вида. Если мультимедийная система, как в нашем случае, представляет собой обычный CD-проигрыватель, как правило, изображение выводится на маленький экранчик в зеркале заднего вида. На более старших комплектациях в наличии либо маленький монитор, либо, если автомобиль укомплектован системой навигации большой, на который уже и будет выведена картинка с камеры. Ну а теперь давайте посмотрим, как обстоят дела на втором ряду. Что касается места на заднем диване этого автомобиля, попадая сюда, отмечая, что заднее сидение имеет гораздо более плоскую форму, нежели переднее. Центральная часть здесь готова спокойно принять третьего пассажира. Тоннеля на полу нет, поэтому в ногах ему также ничего мешаться не будет. Ну а если вас едет двое, в вашем распоряжении огромный запас пространства для ступней под передними креслами. Единственное, что касается запаса по длине, при росте 1,86 м, если я сажусь сам за собой, я контактирую коленями с жесткой пластиковой тыльной стороной водительского кресла. Что касается опоры под локти, на дверной карте есть обтянутый кожей подлокотник и присутствует откидной. В центральной части спинки сидения здесь два круглых подстаканника. Из удобств для задних пассажиров подогревы, правда, в одном единственном режиме работы. И кармашки внизу дверной карты, куда также можно поставить бутылку с напитком. Кстати, угол наклона спинки заднего дивана в этих моделях не регулируется вовсе. Но при этом надо отметить, угол достаточно удобный и запас пространства над головой остается большой. Что касается Kia Sportage, то ощущения от интерьера здесь несколько иные. И даже пластик передней панели в верхней части здесь мягкий. Мягкий здесь также и центральный вставыш и верхняя часть дверной карты. Рулевое колесо плюс-минус того же диаметра, как и на AX35, но другой формы. Выглядит оно посимпатичнее. На рулевом колесе клавиш побольше. С левой стороны блок управления мультимедийной системой, справа круиз. А внизу располагаются кнопки управления телефоном, включением-выключением громкой связи, а также клавиша изменения режимов работы электроусилителя руля. В данном случае вы можете выбирать один из трех режимов. От режима Comfort, который позволяет вращать руль буквально одним мизинцем, до режима Sport, когда руль обретает довольно ощутимое усилие. Особых различий в плане диапазонов регулировок руля здесь не наблюдается. Разве что рулевая колонка больше не подпружинена. А вот диапазон регулировки кресла как будто стал больше. И если я отодвигаюсь максимально назад, то я вообще не дотягиваюсь полностью выпрямленной левой ногой до пола салона, как бы не натягивал вперед носок. Как минимум по этому параметру Sportage предпочтительнее, если ваш рост выше, чем 1,90 м. Профиль сидений полностью повторяет таковые в АХ-35, как и механизм регулировки наклона спинки, про который мы уже упомянули. По ощущениям, крыша у Sportage как будто ниже, чем в АХ-35. Боковые окна здесь тоже более узкие. Капот такой же полуневидимый, а боковые зеркала большие по площади, но зауженные к краю. Тем не менее, пользоваться ими все равно удобно. Хотя на АХ-35 они покрупнее. Что касается клавиш и эргономики в целом, подрулевые переключатели и их расположение относительно руля с АХ-35 не отличаются. Такой же стандартный блок клавиш стеклоподъемников и блока управления боковыми зеркалами на левом подлокотнике. И ровно те же функции, вынесенные налево от рулевого колеса. Система стабилизации, контроль скорости на спуске с горы, блокировка муфты полного привода и регулировка подсветки приборов. Только теперь клавиша вертикально, а не горизонтально сориентирована. Здесь же располагается корректор фар. Приборная панель у Sportage в рестайлинге. Это тоже два отдельных колодца с аналоговыми приборами. Пидометр, тахометр, указатель температуры, уровень топлива. И дисплей бортового компьютера посредине. Здесь он уже цветной. На дорестайлинговом Sportage будут три основных колодца. Центральную часть будет занимать спидометр. И все это дело будет щедро сдобрено ярко-красной подсветкой. Дисплей бортовика будет монохромный. Что касается остальной панели, такая же стандартная магнитола с CD-плеером. И блок управления климатом. По дизайну он отличается от AX35. И он удобнее за счет того, что регулировка температуры осуществляется поворотными рукоятками. Сами клавиши, отвечающие за дополнительные функции, здесь крупнее. Ряды разделены тактильно. И вот этим климатом реально управлять не отвлекаясь от дороги. Внизу клавиши включения-выключения парктроников. Одна 12-вольтовая розетка против двух на AX35. Ну а USB и AUX располагаются ровно в том же месте. Также здесь клавиши включения подогрева сидений. Селектор коробки передач уже с прямой прорезью, а не со змейкой. Также есть ручной режим и клавиши блокировки селектора. На центральном тоннеле присутствуют два круглых подстаканника. Рядом с рычагом стояночного тормоза у переднего пассажира теперь есть отдельная ручка держаться. Подлокотник в центральном боксе у нас здесь как будто покрупнее. Плюс присутствует отдельный съемный лоток. Основной бардачок Sportage визуально даже поменьше, чем в AX35. И здесь также есть дефлектор системы кондиционирования. На потолке похожая панель с футляром для очков. А внизу дверных карт кармашки. Только здесь они меньше по длине, но передняя часть этих карманов по-прежнему имеет специальную форму, позволяющую размещать бутылку. Ну а теперь давайте посмотрим, есть ли разница для задних пассажиров. А на заднем сидении картина в целом такая же, тот же самое плоское сидение, рассчитанное на троих пассажиров. Тот же отсутствующий тоннель на полу и тот же контакт коленей с жесткой тыльной стороной переднего кресла. При моей собственной регулировке при росте метр восемьдесят шесть. У задних пассажиров здесь тоже есть подогревы сидений. Есть очень маленькие кармашки внизу дверной карты. И дополнительный центральный подлокотник, который полностью повторяет таковой в AX35. В нем два круглых подстаканника. Спинка здесь также не имеет никакой регулировки по наклону. А запас пространства над головой по-прежнему большой. Перед тем, как посмотреть на эти автомобили снизу на подъемнике, давайте поговорим про дорожный просвет и выясним, есть ли разница между AX35 и Sportage по этому параметру. Самая низкая точка у AX35 в данном случае находится под незаводской защитой моторного отсека. Расстояние от асфальта до нее всего 16 сантиметров. При этом край переднего бампера отстоит от асфальта на 26. Расстояние до порога за передним колесом в данном случае 25 сантиметров. Задняя часть повыше 27. Ну а до заднего бампера в С32 чуть ниже этого габарита свисает только подвешенный поперек глушитель. Будут ли различия в дорожном просвете между AX35 и Sportage? Давайте проверим. У этого автомобиля штатная защита днища и моторного отсека и расстояние от асфальта до нее 16 сантиметров. Так же как на AX35. Сам передний бампер находится на расстоянии 26 сантиметров от асфальта. Опять те же цифры. 25 сантиметров до порога за передним колесом. 26 в задней части. И плюс-минус те же 33 сантиметра от асфальта до края заднего бампера. Точно такой же подвес глушителя поперек и в целом различий по дорожному просвету между двумя этими автомобилями нет. Что касается подвески, передняя подвеска типа Макферсон, шаровые опоры в рычагах на болтовом соединении меняются отдельно. Стабилизатор поперечной устойчивости закреплен на подрамнике сверху перед рулевой рейкой. Доступ к его креплениям в данном случае затрудненный. Сама рулевая рейка электрическая с одной единственно заданной характеристикой усилителя. В отличие от Hyundai Santa Fe или Kia Sorento в рестайлинге, здесь еще нет возможности задавать требуемый уровень усилия на руле. При осмотре любого AX35 либо Sportage имеет смысл, пока машина вывешена на подъемнике, попробовать повращать кардан на стоящем автомобиле. Если у вас получится это сделать, значит ничто уже не связывает вашу заднюю ось с передним редуктором. То бишь после покупки вы отправите автомобиль на ремонт системы полного привода. Но в данном случае все в порядке. Топливный бак у Hyundai AX35 имеет объем 58 литров. Он металлический, а вот его заливная горловина выполнена из пластика. Задняя подвеска у этих автомобилей представляет собой многорычажную схему. Здесь по три поперечных рычага с каждой стороны. Назвать заднюю подвеску этих автомобилей хлипкой, пожалуй, нельзя. Плюс-минус ее компоненты ходят под 180-200 тысяч. Пружина и амортизатор в данном случае расположены отдельно друг от друга. Ну а задний стабилизатор поперечной устойчивости довольно тоненький и при этом в эталонной доступности. Несмотря на то, что этот автомобиль собирался в Европе и для европейского рынка, машина имеет заводской слой антикора, нанесенный на днище. Отчасти это и объясняет неплохую сохранность подобных экземпляров в плане коррозии. Что касается ходовой части, то здесь также паритет. Все то же самое. Тот же Макферсон, те же шаровые на болтах. Это та же самая картина, которую мы наблюдали на AX35. Тот же стабилизатор, закрепленный перед рейкой на подрамнике. И все те же вопросы по части наличия шлицевой. В данном случае все в порядке. Кардан свободно не вращается на стоячей машине. Пожалуй, единственным отличием Спортажа от AX35 будет чуть иной объем топливного бака. А задняя подвеска точно такая же. Здесь те же три поперечных рычага. Пружинный амортизатор, стоящий отдельно друг от друга. Что касается антикоррозийной обработки калининградского Спортейджа, то здесь с завода антикорр больше наносился в район порогов и днища, чем в задней части над задним подрамником. AX35 имеет более интересную, с точки зрения перспективной сохранности кузова, антикоррозийную обработку с завода. На этом наш обзор двух внешне непохожих автомобилей, построенных на одной платформе, подходит к концу. Надеемся, после его просмотра у вас появилось основное понимание, в чем различие между этими двумя автомобилями. И вы определились для себя, какой из них выглядел бы для вас предпочтительнее. Если у вас был или есть до сих пор один из этих автомобилей, вы проехали на нем достаточно, и вам есть чем с нами поделиться, пишите все это в комментариях. Людям, которые думают о том, какой вариант предпочесть, ваш комментарий поможет определиться с выбором. Если этот сравнительный обзор вам понравился, оказался полезен, не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. А сейчас спасибо за просмотр и до новых встреч. Пока!